Начиная с этого эпизода, в начале каждого ролика я буду делать обзор на какой-то интересный автомобиль, чтобы вы были в теме всех моднявых повозок и вообще я теперь кашу под топ гир. В этом ролике мы посмотрим на старый Руф. Ну, это Руф, заебись, всем советую, машина просто пиздец. К сожалению, после инцидента с отравлением дрифтеров моим собачьим кормом, трековой Громила не хочет пускать меня на трек, чтобы я ещё подрифтил щёткими челами на чётких машинах. Я пытался наехать на него и кидать всякие предъявы, объяснил ему за птичьи права и школу гоночного ебанотства. Однако, пидарос просто вломил мне пиздов и выкинул куда подальше. Поэтому я решил основать свою дрифтерскую тусовку. У меня нет своего сервера, своего трека и дрифтерских машин, но надо же с чего-то начинать. Я пошёл в местную автомастерскую и попытался собрать пиздец, крутой дрифт корч, однако, он взорвался сильнее кавказской бомбы, откинув меня на километр. Объяснившись мамке запорваные во время взрыва штаны, я попросил у неё денег на новый дрифт, короче выбрал себе самый гейский бюджетный автомобиль, который только смог найти. Если тут кто-то сомневался во мне, то отсосите. Ведь на треке я встретил своего первого зрителя и по совместительству ученика. Он будет ехать за мной и постигать мастерство гонок и дрифта. Один зритель уже заебись, так и до аудитории топ гира недалеко. Безопасности ради, я решил проверить всё ли в порядке с моим ручником, не перегрызли ли его крысы. Заодно сделал модный выебан перед Руфом, чтобы знал место. Как вы заметили, ни к чему хорошему, все эти заморочки безопасности не приводят. Так что садитесь и едьте как есть, особенно, если вы катаетесь в реальности, там ведь и убить можно. И да, перед тем, как начать дрифтить, я должен рассказать вам немного о теории физики дрифта. В общем, есть машины, а у машин есть мотор. У мотора есть бенз, который он занюхивает и начинает размахивать конечностями от охуенных приходов. Таким способом на свет рождается мощность. Вот только мне похуй на ебаный мотор с его ебаной мощностью, потому что не все машины рождаются здоровыми и заднеприводными. Некоторые машины рождаются с дефектом привода, короче это машины аутисты. И вот машины аутисты или кредит мобили дешевле всех остальных, потому что они аутисты. Что тут еще объяснять? Именно поэтому, каждый модный от в вашем городе разваливает на форд фокусе. Но мы не об этом. Заднеприводные машины дают пизды своему дифференциалу, который, в свою очередь, дает пизды задним колесам, которые, в свою очередь, дают пизды устойчивости и вы начинаете дрифтовать. Переднеприводные же машины дают пизды передним колесам, а передние колеса же могут дать пизды лишь вам самим, поэтому вы пиздец устойчивый и хуй вы вылетите с трека. Однако у нас есть спасение, чтобы въебываться перед телками, у вас есть ручник. Вот только не тот, что у вас внизу, тем вы даже маму не удивите. А теперь немного живой съемки, все одним кадром, без монтажа, чтобы вы имели представление о том, как дрифтуют на переднем приводе. И вы прошли мой курс переднеприводного дрифта. Оздоровоз! Привет всем зрителям и подписчикам моего канала С... Я стоял у школы и учил второклассников курить и пиздить деньги, набухло у родителей, когда мне на телефон пришло уведомление, что меня простили местные дрифтеры и поставили заебатую карту на свой сервер. Само собой, я послал всех школьников и побежал домой играть в Осетто Корсу. Еще мне рассказали о особом местном виде толк соревнований. Эти гонки придумали особо ебанутые японцы, которым не страшно раскатывать по гордым дорожкам со скоростью побега провинившегося школьника. Ща я вам все поясню. Короче, есть два стула на одном пике. Есть две машины. Одна выезжает и начинает газовать после первого поворота, другая ловит ее, чтобы прописать ей пизды, все просто, как домашка первоклассника. В общем, вы наблюдайте за моей первой попыткой. Я поставил деньги на завтрак в школе на свою победу и теперь мне страшно, что пиздец, но ща я ему покажу. Я ему показал, когда проявил свой аутизм, съехав не в ту сторону. Откуда эта дорога там взялась? Могу поставить жопу на то, что раньше там ее не было. У местных властей совсем крышу снесло, дороги дырявые, а они только новые строят, и мы замутили второй раунд. Надо мной снизошли и пустили ехать первым, что я и сделал, и мы поехали. А пока мы ехали, я расскажу вам за горы. В горах живут гномы-пидарасы, на 50% они сраные у куроки, а на остальные 50% просто мешки с дерьмом. Не успейте вы исходить с поссать, как они проколют вам колеса. Поэтому мой оппонент, а по совместительству, дрифтер, подрифтовал прямиком в ад, из-за пробитых покрышек. Мы решили поехать в третий раунд, но горные гномы снова решили нам под насрать и наняли мексиканцев, чтобы те испортили дорогу. Вот как соберу банду подписчиков, так первым делом пойду пиздить с бандой сраных горных гномов, чтобы гонять не мешали. Мы поняли, что с этими горами нормально погонять не получится, поэтому просто поехали спокойно кататься. После чего мы наткнулись на медведя, и само собой, первой нашей мыслью было отжарить медведя так, как его никто никогда не жарил. Но тут сраные гномы снова нам поднасрали. Я не знаю, то ли этот медведь был их браткой, то ли эти гномы просто пидары от природы и пытаются поднасрать, когда можно и когда нельзя, но пока мы жарились с медведем, сукины дети спиздили, у меня мотор, нежно и аккуратно, меня вытащили из-за подни с медведем, и чел поделился своим мотором со мной, начав толкать меня до местной станции технического обслуживания. Надеюсь вам понравился этот эпизод, ставьте лайк и блять подписывайтесь, и мы будем вместе раздавать пизды триковым стенам, горным гномам и местным властям. Не ложитесь поздно, не играйте в жестокие игры, и не прогуливайте уроки.